Золотые, серебряные и бронзовые награды терпеливо ожидают своих обладателей. Юноши и девушки из Хабаровского, Приморского краев, Сахалинской области выходят на уссурийский ковер, чтобы доказать свое преимущество над соперниками. Соревнуются в двух дисциплинах – ката и кумите. Категории 12-13, 14-15 и 16-17 лет. Локомотив принимает серьезный турнир. Соревнования проводятся в первенстве Приморского края, посвященные 30-летию со дня образования нашей Федерации. Участников около 400, достаточное количество приехало нас поддержать. И турнир получится весьма интересным. Федерацию карате в уссурийском округе основали 30 лет назад. Начиналось все в обычном школьном зале с деревянными полами и плохим освещением. Тогда не было возможности получать бесценный опыт крупных соревнований. Но через тернии пробились к звездам. И достижениями наших спортсменов и тренеров сегодня можно гордиться. За эти 30 лет проделана огромная работа. Много воспитано чемпионов, много воспитано достойных людей. Шесть мастеров спорта. У нас 69 кандидатов в мастера спорта. Что касается спортсменов-разрядников, их более 500 человек. Подрастает и новое поколение уссурийских чемпионов. Максим Шай отмечает день рождения в кимоно. Это первые соревнования мальчика в новой категории. Опытные соперники готовы воспользоваться каждым промахом дебютанта. Не сдаваться каратисту помогает сила воли, поддержка тренера, родителей и товарищей. Первый бой проиграл против Болинчука, потому что я его знаю, он очень давно занимается. Второй бой, как-то получилось, что я настроился и все и выиграл. Третий, пытался, но так получилось, что не в этот раз. Дальше планы настраиваться, выигрывать. Поединки длились два дня. Во второй встретились младшие спортсмены от 6 до 11 лет. По итогам турнира уссурийские спортсмены завоевали 22 золотые медали. В ближайшее время наши земляки отправятся в Тольятти защищать честь региона на всероссийских соревнованиях Кубок Дружбы.